У подножия величавых гор на перекрестке древних караванных путей Азии лежит Кабул. Столица Афганистана, нашего южного соседа. Рано с первыми солнечными лучами начинается большой, наполненный многими событиями трудовой день Кабула. Столица быстро, стремительно растет. Только за последние 10-15 лет население увеличилось почти вдвое. Сейчас в городе более 740 тысяч жителей. Шумно и многолюдно на улицах. Но в последние месяцы появляется все больше машин, народных автобусов, как их тут называют. И забота о горожанах одна из примет нового сегодняшнего дня столицы. День сегодняшний и день вчерашний. Глядя на узкие улочки старых кварталов, на женщины-девушек, укутанных чадрой, невольно думаешь о том, какое трудное наследство досталось новой народной власти от прежнего полуфеодального режима. Вот сухие, но выразительные цифры. Из каждых 10 афганцев и сегодня 8 не умеют читать и писать. А среди женщин неграмотных 99%. Порой кажется, что время здесь, на земле Афганистана, остановило свой бег. Подавляющее большинство населения крестьяне. Вот она, их единственная надежда. Их земля, прокаленная неистовым солнцем, каменистая, потрескавшаяся от жажды. Лишь недавно она стала принадлежать тем, кто на ней трудится. После победы революции в апреле 78-го, одним из первых лозунгов новой народной власти стало «Землю тем, кто ее обрабатывает». Государство избавило 11 миллионов крестьян от непосильных долгов. Они трудятся теперь не на помещиков, не на арендаторов и ростовщиков. Впервые на себя. И более всего земле Афганистана нужна живительная влага, нужна вода. Этот гидрокомплекс в Нагла – один из ста промышленных и сельскохозяйственных объектов, которые построены и строятся в Афганистане с помощью Советского Союза. Но это лишь начало наступления на пески, каменистые предгория, пустыни. Первые ростки нового на афганской земле. Оазисом называют сады Джалалабада на юге страны. И как повсюду в Афганистане, здесь создаются крестьянские кооперативы. Это одно из самых важных, самых глубоких социальных преобразований, осуществляемых Народно-демократической партией. Шоурави «Советский» с уважением произносит повсюду в стране. Специалист из Грузии приглашен сюда техническим директором государственной фермы «Ханда». А рядом с ним – афганские специалисты. Да, таких хозяйств, современных, высокопроизводительных, пока еще совсем немного. Но уже сейчас готовится первый план экономического развития Афганистана. Определяются черты будущего. Шоссе «Кушка-Герат» – одна из главных транспортных артерий, расширяется. Все больше грузов из Советского Союза направляется по ней в Афганистан. Нелегко было проложить эту трассу. Пробить на высокогорном перевале Саланг уникальный тоннель длиной чуть меньше трех километров. Дорогу эту по праву называют «дорогой дружбы». И сегодня рядом трудятся московские метростроевцы и рабочие афганцы. Уже шесть десятилетий наши страны, наши народы живут как добрые соседи. Но сегодня и дружба наша, и добрососедство наполняются новым содержанием. Новый день страны. Таким необычным, торжественным стал день 19 октября. Праздник поднятия нового государственного флага Демократической Республики Афганистан. Тысячи людей пришли на самую просторную площадь Кабула, бывшему Королевскому дворцу, ныне Дому народа. На этой площади 27 апреля 1978 года генеральный секретарь Центрального комитета Народно-демократической партии Афганистана, председатель Революционного совета и премьер-министр Демократической Республики Афганистан Нур Мохаммед Тараки провозгласил победу народной революции. На страже ее завоеваний стоят вооруженные силы страны. Здесь помнят ленинские слова, каждая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Праздничную церемонию открыл товарищ Нур Мохаммед Тараки. Впервые в истории Афганистана я поднимаю флаг народа. Народа, который создает в этой стране все материальные и духовные ценности. Народа, который стремится обеспечить счастье и процветание всему обществу. Новые знамена вынесли на парад и воинские части. На флаге новый герб, пятиконечная звезда в венке из колоссев пшеницы. И надпись «Народ». 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 Народ. «Народ». «Народ». Несколько часов шла праздничная демонстрация в Кабуле. Рабочие, крестьяне, интеллигенция присягали новому государственному флагу. Народно-демократической партии, которая долгие годы в подполье вела работу среди различных слоев народа и вармии, готовила победу. Никто не навязывал эту революцию народу, никто не экспортировал ее в Афганистан. Народ приветствует наше правительство, говорил товарищ Нур-Махамед Тараки. Почему он так сердечно приветствует нас? Потому что мы вышли из народа. Я, например, родился в семье, которая наполовину была крестьянской, а наполовину семьей Чабана. Мы теперь служим народу, мы являемся его слугами и сыновьями. Известный писатель и публицист Нур-Махамед Тараки в свое время активно участвовал в создании демократической группировки «Пробудившаяся молодежь». «Пробудившаяся молодежь». Сегодня эти слова звучат по-особому. Страна с надеждой глядит на них студентов Кабульского университета и других высших учебных заведений. Страна остро нуждается в учителях, инженерах, врачах. Молодежь Афганистана активно поддерживает Народно-демократическую партию. Вот почему с таким вниманием изучают в Афганистане опыт реального социализма, достижения советской страны. На выставке советской книги особый интерес вызвали труды классиков марксизма-ленинизма. Афганцы помнят, что в 1919 году страна Ленина первой протянула руку дружбы и братства Афганистану. И с каждым днем наша дружба становится все крепче. В Кабульском университете открылись курсы русского языка. Посол Советского Союза в Демократической Республике Афганистан, товарищ Кузанов, отметил особое значение этого события. Все больше примет нового. Народ сам правит страной. Он был рабочим на текстильной фабрике. Теперь меграф Альдин Танвар Тиреев. Революция дала нам рабочим все права. При старом режиме на нашей фабрике производительность труда была низкой. А теперь все мы будем работать с энтузиазмом. Будем давать продукцию высокого качества. Растет, мужает, молодой рабочий класс Афганистана. С каждым днем возрастает его роль в общественно-политической жизни страны. В осуществлении широкой программы прогрессивных социально-экономических преобразований. День сегодняшний и день завтрашний. Сегодня в Кабуле, пожалуй, все знают это слово. Микрорайон. Прежний режим обещал улучшить жилищные условия. Только обещал. Из 70 тысяч домов Кабула 40 тысяч сейчас непригодны для жилья. Сегодня растут кварталы новой столицы. И, наверное, убедительнее многих статей и речей о революции в Афганистане, говорит эта недавно родившаяся традиция – добровольный общий труд. Правительство выделило землю для наиболее остро нуждающихся в жилье. 15 тысяч человек безвозмездно работали здесь. Рабочий, студент, школьник, министр общественных работ Дастагир Паншари. Афганцы строят свой новый дом. И где бы мы ни были, с кем бы ни встречались в Афганистане, всюду нам говорили. Апрель озарил лица людей. Сколько в них теперь надежды, улыбок. Это необычная для афганцев художественная школа. Учителя в ней не берут денег с учеников. Все делается добровольно, бескорыстно. Пусть несовершенные еще эти рисунки и картины, но в них вновь Афганистан. В них образы строителей, созидателей, воинов. Любимые народом вожди революции. Налом знамени Афганистана начертано народ. Это он начинает новую историю своей древней страны. Новый день на земле нашего соседа и друга Демократической Республики Афганистан. Редактор субтитров А.Семкин